Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Герой Дисней Боевой Режим. Играем мы сегодня со стами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем героя. И трое подписчиков попросили, чтобы я сегодня прокачал Эльзу. Что ж, друзья, с удовольствием иду навстречу. Кстати, друзья, это у меня будет первый Гидрой, который мы сейчас с вами прокачаем до оранжевого уровня. Итак, поднимаем, поднимаем Эльзу до оранжевого уровня. Ну что ж, супер! Итак, самый крутой на сегодняшний момент, это у меня получается Герой, первый оранжевого уровня. Вот давайте-ка я на нее еще навешаю значки и дальше нужно уже вот ее поднимать либо до 85-го, либо до 87-го, чтобы навешать значки. Кстати, давайте-ка я действительно ее подниму до 85-го уровня, еще более прокачаю этого героя и надену на нее значок. Ну, как-то так. Да, кстати, что у нас по навыкам? По навыкам довольно-таки круто прокачено. Вот, я думаю, дальше уже прокачка, в принципе, не нужна. Будем усиливать других героев. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка отправимся с вами в битву. Дальше, кто будет вот по ходу сценария, кто будет, простите, относительно прокачки героев, я буду их усиливать. Ну, а сейчас давайте-ка отправимся в бой. Пойду с вами в компанию. И первым написал свой состав, это Дмитрий Черногубов. Он попросил, чтобы я взял Дональда, вот, Скруджа Макдака, Беливиди Вилли, Эльзу и Черного Плаща. Ну что ж, команда, в принципе, неплохая. Я вот думаю, только куда их взять. Давайте-ка, друзья, я возьму эту команду для зачистки вируса по седьмой главе. Если же команда окажется сильной, тогда возьмем ее еще против, вот, на одиннадцатую главу, которую я пока еще не могу пройти. Что ж, Эльза, наш самый крутой, классный герой. Дальше ищем с вот героев утиных историй. Итак, Беливиди Гели, отлично. Где-то там Скруджи Макдак. Сейчас вот нашел его. Вот черный плащ где-то здесь должен быть. И еще кто-то там был. Так, Дональд Дак. Ага, еще нужен Дональд. Вот, супер. Жаль, что, кстати, Дональда нельзя усилить. Ну, пока как-то так. Что ж, друзья, давайте-ка попробуем зачистить этим отрядом вот локацию от вируса и посмотрим, что из этого получится. Итак, да, вот смотрю дальше, друзья. Вот у меня Адам Икс попросил прокачать Салибу. Что ж, давайте-ка попробуем победить пока эту локацию. Итак, наши герои прошли первый отряд теневых низ без проблем. А дальше Эльза подмораживает, наносит у льдом довольно-таки серьезный уроль. Посылаем в атаку черного плаща Дональда. Вот неплохо. И что же дальше? Ну и практически победа. Да, вторая волна затоптана нашими героями. И мы переходим в третью. Вот накопили энергии пока наши герои. Ой-ой-ой, друзья, ничего себе. Итак, вот Скрус же подтягивает монетки. Вот посылаю в атаку Вилли Гилли Билли. Эльза еще наносит урон льдом. И Дональд пытается добить оставшихся врагов. И мы получаем победу. Жаль только черного плаща. Его нужно прокачивать. Его нужно прокачивать. Вот, итак, вирус уничтожен. Да, друзья, я не сказал. Давайте-ка я покажу. У меня практически уже большинство героев на 70 уровне. Вы видите, они фиолетовые. Осталось только несколько героев 60 уровня, которых я еще не докачал. И осталось буквально десяток героев синеньких, которых нужно переводить на фиолетовый уровень. Кстати, было бы здорово прокачать Дональда. Но, по-моему, для него не было значков. Ну, вот, один из значков мне удалось навешать. А дальше уже не хватает ингредиентов. Ну, что ж, ничего страшного. Итак, давайте-ка я возьму следующий состав. Итак, Адам Икс. Но, вначале он просил, чтобы я прокачал Сали и Бу. Сейчас я посмотрю, что там можно сделать. Итак, Сали и Бу, Сали и Бу. Вот, ага, вот они. Вот они, Сали и Бу. Вот, кстати, нельзя их... Да, 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 кстати, друзья, мы можем перевести Сали и Бу на фиолетовый уровень. Есть. Что ж, неплохо. У них открывается новый навык. Сила Квика. Сали получает 252 единицы силы навыка каждый раз, когда кто-то отпугивает врага. Это длится до конца волны. Ну, что ж, надеюсь, неплохо. Ох, ничего себе. И, друзья, у меня не хватает ингредиентов, чтобы прокачать Сали и Бу вот до более высокого уровня. Вот, отлично. Итак, они становятся фиолетовыми плюс один. Вот, здорово. На фиолетовый 2 не хватит. Но, в принципе, я и так считаю, что мы неплохо усилили и прокачали этого героя. Вот, замечательно. Итак, здорово. Ну, что ж, просто чудесно. Да, вот, в принципе, можем еще по навыкам немножко прокачать этого героя. Вот, как-то так. Ну, давайте-ка еще первую способность я немножко усилю. И на этом, в принципе, остановимся. Ну, как-то так. Вот, равномерно попробую распределить. Ну, и сейчас состав от Адама Икс. Итак, Сич, Сали, Бу, Ути, Зая и Выбери по желанию. Ну, что я скажу. Ну, давайте-ка попробуем, друзья, эту команду отправить на 11 главу. Ну, вот, я возьму самых жестких врагов. Возьму моих самых сильных. Вот, Эльзу и Гуфи. Остальных. Стича, Сали, Бу и Ути, Зая. Посмотрим, что из этого получится. Итак, Стич. Вот, ищу Ути и Заю. И беру Сали и Бу. Что ж, я не уверен, конечно же, друзья, что мы прорвемся по 11 главе. Но, все-таки, Надежда умирает последней. Вот, никак мы не можем добить 11 главу, чтобы прорваться на 12. Но я надеюсь, что благодаря Эльзе, то, что мы ее привели на оранжевый уровень, это будет здорово. И мы сумеем это сделать. Итак, ничего себе. Наши герои будут просто шутя прорвались через первую волну. Переходим ко второй. Сразу же активирую особую атаку Сали и Бу. Вот, Стича, Ути и Зая в атаку. Гуфи усиливает отряд. А Эльза подмораживает. И мы вырываем без проблем победу его во второй волне. Ну, здорово. Доходим до третьей. Отлично. Итак, Ути и Зая в атаку. Вот Сали и Бу кричит. Усиливает отряд. Гуфи танцует. Ой-ой-ой, друзья. Итак, нашего Стича выбили. Нашего Стича выбили. Но Эльза наносит урон льдом. Вот ледяные шипы наносят довольно-таки серьезные повреждения. И мы побеждаем. Да, друзья, победа. Просто-просто великолепно. Итак, мы... И да, ничего себе, друзья. Финальный бой. Финальный бой 11 главы. Для этого нам нужна очень сильная команда. Вот давайте-ка посмотрим, кто дальше из подписчиков написал свой состав. Это Лина Потомская. Стич, Бэймакс, Хиро, Ева, Якс. Друзья, не уверен. Не уверен. Команда слабоватая. Я не уверен, что она победит. Но мы, конечно же, мы можем попробовать. Вот. Но я... Давайте-ка я попробую эту команду лучше взять. Вот на арену. Если там не очень сильные враги. Вот. Нет, враги здесь сильные. То есть мы здесь проиграем. Мы здесь проиграем. Вот мне здесь столько может выиграть моя самая сильная команда. Что ж, тогда иду дальше защищать от вирусов. Давайте-ка я возьму какую-то главу. Вот. И попробуем ее немножко зачистить командой от подписчицы. Итак. Стич и Бэймакс. Стич у нас есть. Вот. Мне нужен Бэймакс. Отлично. Мне нужен Хиро Хамода. Здорово. Мне нужна Ева и Якс. Ну. Вот такая вот неплохая команда. В принципе, мы могли бы ее попробовать и вот для 11-й главы. Давайте-ка, друзья, я рискну. Давайте-ка я рискну. Вот. Пойду по 11-й главе. Но, скорее всего, эта команда проиграет. Вот. Просто очень сильный враг. Ну. Мы рискнем все-таки с вами. Итак. Стич. Бэймакс. Хиро Хамода. Ева. И Якс. Вот такая вот команда. 35 сила нашей команды. Вот внизу отображается. Я не уверен, конечно же, что мы сумеем победить. Скорее всего, проиграем. Но давайте-ка хотя бы знать, какую силу надо, чтобы попробовать сражаться и побеждать. Итак, враги без проблем выбивают Якса. Даже не накопили энергии. Вот достается Бэймаксу. Его пинают. Но он активирует щиты. Отлично. Итак. Хиро, давай-ка, дружище. Мы надеемся, что у тебя все получится. И, к сожалению, как я и подозревал, команда оказалась врагом очень крута. И здесь, чтобы побеждать, нужны мои самые сильные герои. Мне предлагают прокачать Якса. Я пока это проделывать не буду. Да, друзья, вот все-таки команда классная. Поэтому я еще все-таки пойду на зачистку вирусов. Вот все-таки в других локациях эта команда себя неплохо должна показать. Итак, друзья, переигрывает команду Лины Потомской. Надеюсь, что вы не будете обижаться, так как вот команда классная. Команда классная. Просто враги были сильны. А вот смотрите, как она рвет врагов послабее. Вот, отлично. Итак, Стичь дальними атаками наносит довольно-таки неплохие повреждения. Вот, накапливаем энергию. Теневые нинзи. Вот. Бэймакс активирует щит. Ева поджаривает огнем. Стичь стреляет дальними атаками. А Хиро призывает робота. Вот, постепенно, но вот понемножку, вот наши герои добивают теневых нинзи. Вот осталось всего двое, но какие-то очень бронированные. Никак не удается пробить их защиту. Якс тем временем лечит, усиливает наших героев. И мы добиваем врагов. Ну, наконец-то. Вот, последний теневый нинзи. И мы переходим к следующей волне. Да, вот Хиро, Хамода и Стичь накопили энергии. И я их сразу же посылаю в атаку. Вот, неплохо. Вот, копим, копим энергии. Ничего себе, как здорово. Герои прошли через вторую волну. Вот с первой так долго играли, а вторую без проблем прошли. А вот сейчас нам удается прокачать щит благодаря Бэймаксу. Подлечить благодаря Яксу. Вот, Ева поджаривает электрическим разрядом. Вот, отлично. Хиро посылает в атаку робота. Ну, и нужно добивать врагов. Для этого мы сейчас попробуем использовать Стича. Да, дальняя атака, стрельба плюс Якс, опять же, усиливает наших героев. Замечательно. Да, вот, кроме того, Бэймаксу удалось прокачать энергетические щиты. Ну, что ж, это победа. Остался последний теневой нинзи. Он пытается что-то противоставить нашему отряду. Но у него нет шанса. Что ж, друзья, победа. Враг побежден. И мы празднуем победу. Вот, зачистили от вируса. Что ж, замечательно. Иду вперед и беру следующую команду от наших подписчиков. И да, дальше я смотрю, Борис Вагнер попросил, чтобы я прокачал Дональда Дака. Без проблем, дружище. Давай-ка я посмотрю, что у нас делается с Дональдом. Вот, было бы неплохо его усилить. Вот, перевести на более высокий уровень, на фиолетовый. Но не хватает, не хватает ингредиентов. Вот, в принципе, я могу, друзья, сейчас попробовать добыть черепашек. Здесь нужно всего лишь, вот, 7 значков. Вот, смотрите, это вот так делается. Вот, защищаем. И если хватит ингредиентов, я сейчас попробую усилить и перевести его на более высокий уровень. И что же, и я накопил немножко знаков, но не уверен, хватит ли их для прокачки Дональда. Хватит, друзья, ничего себе, хватает. Хватает, как раз накопили тютелька в тютельку. Вот, и мы его прокачиваем до фиолетового уровня. Ну что ж, замечательно. Итак, у Дональда открывается новый навык, последняя капля. Когда союзник ослаблен, Дональд может с вероятностью 50% поглотить ослабление без вреда для себя. Он запасает ослабление, а затем случайным образом накладывает их на врагов во время действия навыка утка Берсерк. Берсерк, прошу прощения. Вот, что ж, навешиваем еще на пустые слоты значком. Усилим немножко Дональда. И я думаю, друзья, неплохо было бы его еще прокачать по уровням. Вот, давайте-ка я его переведу. Вот, подниму на 5 уровней. Вот так. Супер. Кстати, было бы неплохо еще усилить его по навыкам. Кстати, где-то он переместился. Вот он. Давайте-ка я ему подниму еще немножко навыков. Пока он самый слабенький у нас. По навыкам. Хотя бы до десятки. Первую и вторую способность тоже доведу. Вот, как-то так. Ну, что ж, неплохо. Дальше меня попросили AlexTV, чтобы я взял команду Scrooge, Billy-Willi-Dilly, Donald, Elza и Boppy. Кстати, очень похожая команда. Кто это мне писал похожую команду? Это Дмитрий Черногубов. А сейчас AlexTV. Ну, что ж, давайте-ка я возьму схожую команду. Вот, только там один герой. Вот, немножко по-другому. Ну, надеюсь, что мы сейчас зачистим вот очередную локацию от вируса. И у нас будет победа, кстати, что-то... Ага, не туда нажал. Не туда нажал. Вот. Отлично. Ну, что ж, вперед. Давайте-ка я использую и попробуем взять команду. Итак, 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 где это у нас? Ага, вот AlexTV. Да, кстати, за Дональдом попросил тоже AlexTV, чтобы я прокачал. Что ж, замечательно. Итак, Scrooge, Billy-Willi-Dilly. Давайте-ка посмотрим. Итак, Scrooge и Billy-Willi-Dilly. Вот, есть Billy-Willi-Dilly, есть Дональд, есть Scrooge. Кто там у нас еще? Эльза и Бопип. Ну, Эльза у нас в начале на самом первом месте. С ним понятно. А вот и Бопип. Отлично. Ну, что ж, конечно же, я не уверен. Вот, по 11-й главе, скорее всего, эта команда не прошла. А вот для зачистки от вирусов она подойдет, я уверен, неплохо сыграет. Вперед в атаку. Вот, копим энергию. Пытаемся смести первую волну. И да, наша команда без проблем уничтожает первую волну. Да, Scrooge Мактак накопил энергию. И сразу же я его попытаюсь активировать. Да, кроме того, Бипип вот машет своим посохом. Вот, нанося колоссальный урон. И, по-моему, без проблем сметает и вторую волну. Что удивительно, Эльза вот за две волны так и не накопила энергии. А вот сейчас уже есть. Итак, посылает Дональда атаку. Бипип атакует. Scrooge Мактак вот тоже идет в атаку. И Эльза добивающим, замораживающим уроном добивает врагов, что и приносит нам победу. Что ж, команда оказалась крутая, классная. И мы идем с вами дальше. А дальше я беру команду от подписчика с ником Дарт Вейдер. Он попросил, чтобы я взял Рэндалл Салибу, Майк Вазовский, Скрудж, Эльза. Рэндалл, Рэндалл, Рэндалл. Ага. Это, по-моему, вот этот четырехрукий монстр, которых мы прокачивали в следующем видео. Да, это Рэндалл, Рэндалл Бокс. Да, все понял. Что ж, дружище, давай-ка я возьму эту команду. Я вот просто думаю, в какую локацию взять. Ну, скорее всего, вот в одиннадцатой главе мы не сумеем победить. А вот здесь без проблем. Итак, давайте-ка я попробую. Вот Скрудж, Макдак и Эльза нам подходят. А вот Рэндалла, Салибу и Майка Вазовского сейчас мы найдем. Вот Майк Вазовский. Ищем Салибу и ищем Рэндалла. Вот Рэндалл, отлично. И осталось только найти Салибу. Кстати, я их, наверное, где-то пропустил. Где они спрятались? Вот. Ну что ж, кстати, Салибу всего шестьдесят седьмого уровня. Надо поднять их до семьдесятого. Чтобы уже шестьдесяток у меня не было. Поэтому жду от вас, друзья, отзывы, комментарии относительно прокачки этого героя. Кстати, он у нас голубой или фиолетовый? Давайте-ка я посмотрю. Он фиолетовый, но шестьдесят седьмого. Наверное, все-таки давайте-ка я, друзья, подниму этого героя до семьдесятого. Чтобы как-то равномерно это у нас шло. Вот. Ну что ж, думаю, этого пока будет достаточно. Вот, давайте-ка вернемся и сыграем этим отрядом. Что ж, вперед, посмотрим. И надеюсь, эта команда неплохо себя покажет. Вперед, вперед. Пытаемся уничтожить вражеский отряд. Отлично. Итак, первая волна, в принципе, шутя уничтожена. Да, вот, кстати, мне очень нравится то, что рэндлбокс, он становится невидимым. Мы довольно-таки неплохо его прокачали. Видите, какой он забавный. Вот сразу же Скрудж идет в атаку. Салли и Буб кричит. Наносят колоссальный урон. И да, вот, друзья, мне удалось активировать атаку рэндлла. Вы видели? Нужно выбирать врага и без проблем добивать оставшихся врагов. Что ж, замечательно. Итак, накопили энергии. Майк Вазовский наносит урон криком. Эльза наносит урон морозом. Подмораживает. Вот, ледяные осколки наносят повреждения. И финальный удар наносит рэндлбокс. Что ж, победа. Победа. Отличнейший бой. Отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. Итак, следующая команда от Ислам Баймурзова. Он попросил, чтобы я взял состав Колизей. Для Колизеев, друзья, кто играет эту игру, то знает, нужно три состава. Сейчас я выйду из компании. В Колизее там играют тремя составы. Но я сейчас на верхушке, друзья. У меня очень сильные противники. То есть нет смысла. Я, конечно же, могу взять команду. Но мои сильные герои только имеют 123 927 единиц силы. А дальше, смотрите, меньше 200 нет. То есть я по-любому проиграю. Какую команду не взял бы. Даже вот возьму самую слабенькую. Вот, самую слабую вражескую команду. Видите, у нее сила 78 тысяч. У меня только 52. А во второй команде у меня сила 44. У врага 59. И в третьем у меня 35. У врага 68. Нету смысла. Извини, дружище. Ислам Баймурзам. Если бы хотя бы был минимальный шанс, я бы сыграл. И так мы просто проиграем. Сразу же в первой битве. Но еще Ислам Баймурза попросил, чтобы я прокачал Сали Иналу. Симбу Иналу, прошу прощения. Это две львицы. Давайте-ка я их попробую прокачать, усилить. Вот, да, кстати, сейчас мы их, наверное, переведем на фиолетовый уровень. Итак, Симба Инала переходят в фиолетовый уровень. И у нас появляется новый навык Суматоха в Саванне. Базовая атака Налы и Размаха. Налы с Размаха на 12 секунд снимает с каждого задетого врага 1526 единиц брони. А Рык Самбы восстанавливает ему и Инале 1569 единиц здоровья. Ну, как-то так. Что ж, это, конечно же, здорово. Нам удалось прокачать неплохо этого персонажа. Давайте-ка я еще навешаю значков. Вот, друзья, уровни пока не буду поднимать. Уровни не буду поднимать. Вот, ну, по навыкам, в принципе, можно было бы немножко поднять на несколько уровней. Ну, как-то так. Вот, думаю, пока будет достаточно. Вот, и давайте-ка мы пойдем с вами дальше. А следующее у нас Олежан Гейм ТВ. Олежан Гейм ТВ попросила, чтобы я прокачал Рэндл Бокса. Рэндл, Рэндл Бокс. Ну, в принципе, мы сегодня уже его усилили, прокачали, по-моему. Или не прокачивали. Что-то, друзья, я вот сбился, как-то ошибся. Вот, и так, Рэндл, где ты спрятался? Ты нам нужен. Рэндл, Рэндл, Рэндл. Классный герой. Вот он. Друзья, что-то я не соображу. То ли мы прокачивали его, то ли не прокачивали. Я запутался. Ну, несколько уровней я его подниму. И вот по навыках подниму. Ну, вот. И дальше по значкам, видите, не хватает. Не хватает ингредиентов. Ну, вот. А вот по навыкам было бы неплохо его поднять. Вот, видите, практически навыки равны нулю. Вот, давайте-ка я первый еще навык подниму как-то до, хотя бы до десятки. Вот. И второй попробуй поднять тоже до десятки. Вот так. Отлично. Ну, что ж, неплохо. Ага, вот. Как-то так. В принципе, если хватает ингредиентов, давайте-ка я еще усилю этого героя. Вот, герой прикольный, забавный, поэтому, мне кажется, есть смысл его поднять. Вот. Ну, как-то так. Что ж, думаю, пока этого будет достаточно. Давайте-ка я еще возьму одну команду. И на этом сегодня уже закончим видео. Не хочу вас утомлять слишком долгими видео. Итак, следующая команда от Богдан Асадулина. Мегавольт, Малефисента, Кружмакдак, Жасмин и Прокачай Геркулеса. Пожалуйста, пожалуйста, используй этот состав. Без проблем, дружище. Вот только, я думаю, куда бы его взять. Вот, на компанию в 11 главе он не выживет. То есть, давайте-ка я пока зачищу этой командой от вируса. Вот. И на этом вот уже сегодня закончим. Что ж, давайте-ка попробуем собрать состав. Итак, Мегавольт. Кстати, есть там скрудж. Да, есть скрудж Макдак. Не буду его высаживать. Мегавольт, Мегавольт. Где ты спрятался? Есть. Есть Мегавольт. Есть Мелефисента у нас в самом начале. Вот скрудж Макдак я оставил. Нужна Жасмин. Нужна Жасмин. И, по-моему, друзья, подписчик написал только четырех героев. Жасмин, Жасмин, Жасмин. Жасмин, Жасмин. Где ты спряталась за 6? Жасмин. Где-то я ее не вижу. Ага, вот. Итак, друзья, перепроверю. Мегавольт есть. Мелефисента есть. Скрудж Макдак есть. Жасмин есть. И прокачай, пожалуйста, Геркулеса. Вот. Геркулеса мы прокачаем. Вот только стоит ли брать Геркулеса для состава. Я думаю, друзья, подписчик хотел, чтобы я взял. Просто вот не написал. Давайте-ка я возьму Геркулеса. И сейчас попробую его еще и прокачать. Вот, Геркулес. Ну и сейчас прокачаем Геркулеса и отправимся в битву. Итак, вот он. Вот он, Геркулес. Кстати, что-то там у него есть. Ага, я могу навешать ему значок. Это здорово. И давайте-ка подниму несколько хотя бы уровней. Вот тоже. Он уже, в принципе, на 70 уровне. Кстати, что это? Ага, я не навешал значок. Вот. Навешал. Ну и давайте-ка немножко навыков тоже ему прокачаю. Как-то так на пятерочку. Первый и второй тоже усилен на пятерочку. Ну, как-то так. Что ж, здорово. Итак, отправляемся с вами в битву. И посмотрим, что из этого получится. Удастся. 28 тысяч силы нашего отряда. В принципе, должно хватить для зачистки от вируса. Ну, посмотрим. Итак, вперед. Встречаем отряд теневых нинь. Вот. Прикольно, когда вот Тигр Жасмин вот своими когтями царапает этих теневых нинь. Ну, вот неплохо. Итак, накопили энергии. Сейчас, по идее, Жасмин должна... Ага, посылаем в атаку Геркуриеса. Мегавольт поджаривает врагов. Скрудж притягивает монетки. А Жасмин натравливает тигра на врага. Отлично. И плюс еще огонь дракона Мелефисенты заканчивает битву. Вот. Просто-просто супер. Итак, переходим к следующей волне. Вот сразу же огненная атака дракона Мелефисенты. Поджарик снимает большую часть здоровья вражеского отряда. Отлично. Вот Жасмин натравливает тигра на вражескую теневую гнилопу. И мы получаем победу. Что ж, здорово. Итак, друзья, замечательно. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok